В проблеске надежды фиксируют сотрудники барнаульских рынков. Пару недель назад, по данным Росстата, картофель подорожал на 20%. Морковь на 37%, а свекла вдвое. Сегодня продавцы заявляют, стоимость овощей стала снижаться. Объясняют, волну ценообразования сыграла сезонность. Если раньше морковь привозили из Краснодарского края и даже Израиля, сейчас находятся поставщики поближе. А сейчас уже местные пошли, узбекские привозят. Подешевело. Сразу морковка 65-70 рублей. Она получается грязная и мытая. Грязная морковка 65 рублей, а мытая 85 рублей. Так и варьируется цена на местном рынке. Не то 65, не то 85. Но где-то стоимость остается прежней. Поэтому неудивительно, что тот же борщ из повседневного блюда превращается чуть ли не в деликатес. Самый простой и бюджетный рецепт борща. Картошка, морковь, капуста, лук и свекла. Давайте посчитаем, во сколько нам это все обойдется. Килограмм картошки обойдется в 55 рублей, морковь 85 рублей, столько же свекла. 35 рублей будет стоить лук и качан капусты. В среднем 50 рублей. Итого 310 рублей. Оговоримся, цена примерная, поскольку не всегда на борщ нужен, к примеру, целый килограмм свеклы. Однако указанная стоимость это только за овощи, не включая мясо. Глядя на цены, ненароком задаешь себе вопрос, а не проще ли поесть порцию борща в ближайшем общепитии? Ну и там, как выяснилась, своя наценка. Наценка ниже ресторанной, но кухня как раз такая, стремящаяся к ресторанной. То есть мы там не жалеем мяса в свои супы. Но себестоимость, вернее, стоимость борща у нас, это порядка 720 рублей за килограмм. Получается, небольшая порция борща человеку обойдется в 180 рублей. Вслед за ним подорожали и салаты. Владельцы подобных заведений говорят, что из-за высокой стоимости продуктов просто вынуждены повышать ценники, чтобы не работать в ноль. Как бы ни пришлось горожанам ждать осени, чтобы отведать наваристого борща. Тогда, глядишь, и урожай свой на дачах появится, и цены упадут. Анара Шегирова, Александр Антропов. День с толком.